Спонсор показу торговый центр Акведук Который не представляет свою жизнь без баскетбола Здравствуйте, Олег Самый-самый-самый-самый первый вопрос Это, конечно, откуда у вас произошла, собственно, идея популяризации вашего любимого вида спорта Собственно, сама идея популяризации и развития баскетбола Она мне еще зародилась в то время, когда я играл в баскетбол в России В команде МБК Сочи Мне очень понравилось, как там влияют на развитие данного вида спорта Городские, местные власти и профессиональные спортивные клубы То есть там акцент делается не на покупку конкретно игроков уже именитых каких-то А на доморощенные кадры И сама идея развития спорта с малых лет в общеобразовательных школах Она лично мне очень понравилась И я уже в 2006 году, когда вернулся в Украину после окончания контракта Я четко знал, что я буду заниматься развитием спорта в любимом городе, начально в Макиевке Вот так оно и все получалось А как раз сейчас такая волна происходит Мы готовимся к Евро-2015 Очень много движений производится в пользу развития И как раз таки наш шанс сейчас заразить этим видом спорта, скажем так Учащихся в общеобразовательных школах Это будет очень сильная мотивация, толчком к развитию и популяризации Вот Евро-2015, что должен сделать Донецк, какую инфраструктуру подготовить И что, собственно, должны сделать мы с вами для того, чтобы в 2015 году город Донецк стал центром праздника баскетбола в Европе Ну давайте сейчас немножко вернемся в историю Евро-2012 И можно сказать уверенно, что это мероприятие, которое прошло, оно имело изначально такой весомый статус Но так как мы его провели, я думаю, во всем мире мы задали серьезный ритм Мы показали всем, что Украина та страна, которая может такого ранга мероприятия проводить Но заключался в этом успехе не конкретно успех команды профессионально А именно то, как публика была готова к принятию То есть глубоко уважаемый Ренат Леонидович Ахметов Своими действиями в плане развития и популяризации футбола он заразил на нашу страну И тот дух, который витал в городах, которые принимали Евро То понимание футбола, та жизнь футбольная, она и сделала этот праздник Так вот сейчас, помимо того, что многие шаги предпринимают Федерацию баскетбола В развитии инфраструктуры конкретно, там улучшение базы материально Также большая работа сейчас должна проводиться, повторяясь, в ознакомлении с этим видом спорта В популяризации, чтобы люди ходили на матчи, матчи внутреннего первенства Люди интересовались тем, как наша команда выступает на международной арене И самое главное, чтобы этим видом спорта занимались дети Потому что дети являются самыми искренними болельщиками И если мы будем наблюдать картину, что наши дворовые площадки заполнились этими детьми То к ЕВА-2015 мы будем готовы всецело Этот форум также удачно и успешно пройдет, как в ЕВА-2012 Вот с чего вы начали? Дорожка была, можно сказать, не протоптана В городе не было соответствующей инфраструктуры для того, чтобы заниматься Тем не менее, какие-то первые шаги вы предпринимали? Вот расскажите о них, пожалуйста Получается, в 2006 году, когда я вернулся, повторяюсь, в Макеевку Меня очень смущала эта ситуация, что даже местный клуб, баскетбольный клуб «Горняк» Который воспитал меня как спортсмена, как личность Которому я глубоко обязан, я не побыстрее слов, своей судьбой Потому что именно попав в спортивный клуб, изменилась моя судьба в лучшую сторону И когда я осознал, что у этого клуба на данный момент нет даже тренировочной базы Так как предыдущая ушла в небытие по причинам развала союза Она никому не досталась и, скажем так, потеряла свою значимость И баскетболисты вынуждены были скитаться в разных школьных залах В каких-то мелких залах, там, бурсы, ПТУ и так далее И на тот момент я основной акцент делал на то, чтобы предоставить возможность Заниматься баскетболом, любимым видом спорта, нашим баскетболистом-ветераном В принципе, довольно-таки неплохих мы добились результатов Сейчас наша команда представлена и на первенствах Украины В Севастополе мы едем в Каховку Серьезного уровня игроки, которые в нашем городе были Они сейчас имеют возможность поддерживать свою физическую форму Но, проделав эту работу, я увидел следующее Что забота о подрастающих кадрах, она требует максимально углубленного рассмотрения И очень серьезных каких-то инвестиций в развитие Потому как развитие на данный момент в Украине какого-то конкретного вида спорта Практически всецело возлагается на федерацию по данным видам Как таковой государственной программы или политики развития массового На данный момент не применяется И спорт развивается по программе самоокупаемость То есть у каждого вида спорта практически имеется свой меценат, свои спонсоры Мы прекрасно все знаем, кто в футболе, кто в хоккее К сожалению, в баскетболе сейчас нет серьезного мецената Или серьезной какой-то крупной компании Которая могла бы взять на себя программу развития массового, глобально Но точечно по городам, по областям эта политика внедряется И я не хочу скрывать Я, например, сейчас беру пример с Одесской области Где баскетбол на очень высоком уровне Развит во всех слоях населения Проходит школьный чемпионат Причем, повторяюсь, школьный, где участвуют не ДИУ США, а профессиональные клубы А общеобразовательные школы То есть обычные учащиеся, которые могут себе позволить физически развиваться В родных стенах школы Вот у них проходят ветеранские турниры То есть по этой же модели, по этому же принципу сейчас мы действуем И в Макеевке, вот вслед за Одессой и за Киевом Мы только третий город в Украине Где сейчас уже на старте реализации программы Школьная баскетбольная лига Вот школьная лига, вы говорили о том, что в ней участвуют, понятно, не только Макеевские и Донецкие школы География расширяется Вот расскажите о том, кто сегодня принимает, собирается принять в ней участие Да, на самом деле так и есть Уже во многих городах знают об образовании данной лиги В чем ее преимущество, в принципе У нас есть ДИУ США, да Профессиональные школы, где преподают баскетбол и в Макеевке, и в Донецке Но это спортивные клубы узконаправленности Которые, скажем так, преподают баскетбол Конкретно там какой-то возраст выбирается Детей туда привозят и готовят их в какую-то команду Например, сначала в дубль и так далее То здесь идет речь о том, что дети могут заниматься своим любимым видом спорта При этом не затрачивая время или финансы какие-то на поездки То есть занятия происходят в школьных стенах Потому как благо нам в наследство Советского Союза достали школы с готовыми спортивными залами И инвестиции, как таковых, не требуются в сооружение новых спорткомплексов И сам процесс тренировочный для этих детей, школьников Он становится еще важен тем, что эти игры могут смотреть одноклассники Ребята с твоей школы Скажем так, быть участником школьной команды, вообще баскетболистом Это очень модно и престижно Поэтому, когда ребята в Донецке, в Харцейске узнали о том, что в Макеевке образовывается такая лига Естественно, они начали простить своих тренеров о том, чтобы они каким-то образом тоже присоединились Мы очень тепло, скажем так, отреагировали на эти просьбы Сейчас к нам присоединяется команда из города Кировска, из города Ждановка Я так думаю, две команды будут из Донецка Ну и скажу так, что этот пилот является проектом пилотным в рамках Макеевки В случае его успешной реализации он будет масштабироваться в рамках области И тогда, я думаю, все желающие смогут поучаствовать, продлить своих детей И, скажем так, заниматься этим на серьезном довольно-таки уровне Вот такой вопрос меня всегда интересовал, глядя на баскетболистов, на очень высоких ребят В баскетболе действительно растут? Или это все-таки изначально вид спорта для очень высоких ребят? Скажу честно, откровенно Во-первых, критерии увеличения роста за счет занятия баскетболом Они уже на самом деле подтверждены современной медициной От 5 до 10 сантиметров действительно подросток, мальчик или девочка Может приобрести за счет занятия баскетболом Но хочу вам сказать, что в целом занятия баскетболом развивают абсолютно все мышцы и группы мышц человека Здесь задействованы руки, ноги, голова, шея, все абсолютно Поэтому отдав ребенка на баскетбол, родители могут быть уверены, что их чадо будет подготовлено к взрослой жизни вообще То есть это называется ОФП, общефизическое развитие Видите, на что мы делаем сейчас акцент? Что дети, которые будут заниматься баскетболом в школьной лиге Не обязательно станут в свое время профессиональными баскетболистами, чемпионами и так далее Если таковы будут в наших родах, мы все будем только рукоплескать этому Основная задача, чтобы за счет физического развития и занятия баскетболом Человек формировался как личность Потому что занятия спортом, они прививают дисциплину, ответственность за результат Приучают человека к достижению каких-то поставленных сцен Очень сложный период жизни наступает Как бы, знаете, социальная защищенность, которая была в прежние времена Она давала такое умиротворение, успокоение И нация наша, скажем так, более расслабленная себя чувствовала Такие времена в жизни, когда конкретно каждый человек отвечает сам за себя, за свои поступки Люди себе выбирают работу, ту, на которой они опять-таки ответственны за результат Как раз таки вот пройдя через спорт, люди формируются и формируют в себе те качества, которые со временем помогают им реализоваться вообще во взрослой жизни Найти себе какое-то предназначение и не просто работать, а по своему призванию Вот в бытность вашу профессиональным игроком, что вам запомнилось больше всего? Какие курьезные, какие казусные ситуации происходили на паркете? Ну и вне него, конечно Ну, я начну с самых малых лет Просто сам баскетбол, его можно даже назвать культурой Это действительно уличная культура Я знаю многих людей, даже целые районы, где баскетбол культивируется Где ребята проводят на площадках, наверное, больше часа светового дня Для них это считается, скажем так, способом вообще времяпровождения Она является альтернативой, например, тем же самым употреблением алкогольных напитков, наркотиков и так далее Потому что баскетбольное движение не приветствует такие мероприятия И вспоминая себя даже в детстве Мы иногда даже какие-то территориальные вопросы, какие-то, знаете, пацанячие решали именно на баскетбольном паркете То есть изначально, да, спорт придумали в альтернативе войне, да Чтобы занять здоровых мужчин каким-то полезным действием, которые не будут приносить вред То есть сейчас вместо бандитских разборок мы собирались на баскетбольных уличных площадках Выясняли отношения, там, где-то даже кто-то выяснял, там, отношения, там, имели право встречаться с какой-то девушкой из другого района Если там тому препятствовали мальчишки На самом деле очень самые-самые теплые эмоции были Вот идя со школы, всегда я думал о том, что у меня сегодня есть тренировка И главное, необходимо сделать уроки, чтобы я мог спокойно пойти и заниматься Потому что у нас была такая постанова тренера, что если у тебя успел, скажем так, не в порядке То и тренировкам ты можешь быть и не допущен Ну, это очень серьезная такая философия Хотя некоторые почему-то считают, что спортсмены по какой-то причине своей, там, где-то, там, слабо развитые Или, там, менее развитые по причине своей занятости в спорте То на самом деле толковые тренеры, они прекрасно понимают, что человек, он же готовит не только к боям на рингах На рингах, там, на аренах, но и к тому, что зарабатывать вполне возможно придется и не этим в жизни Поэтому параллельно все это может тоже развиваться Самое еще важное, когда спрашиваете по поводу ощущения или воспоминания Я, наверное, вот сколько хватает объема памяти в голове, столько помню Какие-то яркие моменты в каких-то важных встречах, в городах И даже не обязательно в важных встречах Все равно всегда это теплые ассоциации Которые мне говорят о том, что я всегда после работы Или после какой-то тяжелой, там, не знаю, встречи Я могу прийти в родной зал и поиграть со своими друзьями в баскетбол И я знаю, что у меня настроение будет на высоком уровне Всегда после этой тренировки, к завершему дню я уже буду готов к новым трудовым будням Поэтому баскетбол, если он в тебя вселяется, то он живет в тебе до конца Вот на минувших выходных заметил вас в парке кованых фигур На, собственно, презентации силовых видов спорта с участием Нины Герии и других сильных мира сего Что вы делали в выходной день, когда можно просто отдохнуть? Почему именно там? Дело в том, что мы все спортсмены очень стараемся плотно общаться Нелегкое время, скажем так, наступило для нас, для функционеров, для спортсменов И мы стараемся держаться вместе, делиться опытом Те богатырские игры, на которых вы меня видели Президентом федерации которых является Олег Владимирович Касатко Мой хороший друг, он в этом году организовал свою федерацию силовых единоборств Это было его первое мероприятие в таком широком формате Я просто обязан был прийти, поздравить его, посмотреть Я был очень приятный, удивлен тем, что соревнования приняла публика То есть мне очень приятно всегда видеть, что в нашем сложном, тяжелом мире Людям не чужие такие проявления человеческой силы, человеческое стремление Все-таки, скажем так, любой вид спорта, любые достижения в конкретном виде спорта Требуют очень серьезных затрат И даже просто прийти и посмотреть на то, как чемпион выжимает свои нормативы То, чего ему это стоит, это очень интересно Поэтому я посещаю на самом деле многие мероприятия Я в очень хороших отношениях с президентом федерации хоккея Стараемся друг другу помогать, где-то подсказать, как правильно выйти на спонсора Как правильно преподнести то или иное соревнование Ну и плюс, хочу отметить, что вообще залог успеха того или иного мероприятия Которое ты, например, проводишь в рамках города или области Зависит от того, в каком виде ты это все преподашь Если это будет выглядеть, как сухие черты какие-то соревнования для статистики Естественно, туда и не соберутся люди А если правильно применить нынче такое слово спортивный маркетинг Предоставить, скажем так, массу положительных, приятных эмоций для публики И организовать настоящий праздник То впоследствии можно заниматься и развитием таких мероприятий И расширением масштаба данных мероприятий Поэтому мы сейчас планируем делать выездные соревнования в городах Потому что такие, например, Кировская, Ждановка, Славянская Те города, которые не являются здесь в областном центре Та публика, которая там собираются, те жители Для них на самом деле это праздник, которого они ждут И это обоюдно выгодное мероприятие Мы ведь тоже делаем это все ради этих эмоций Ведь все эти праздники, они организованы для того, чтобы подарить людям приятные ощущения И самое главное, привлечь их к здоровому образу жизни В нашей прошлой программе Олег Касатко говорил о том, что даже в стритболе профессионалы не всегда побеждают любителей Почему так? Я вам даже открою секрет В этом году мы провели 6 больших турниров по стритболу в Донецкой области Ни одной из этих шести не выиграла профессиональная команда баскетбольная В каждом из них они участвовали, высокого уровня игроки Везде победителями стали ребята, которые предпочитают уличную культуру То есть они нигде не занимаются профессионально Для них баскетбольный мяч, так скажем так, подобие подушки Они с ним не расстаются По 6-8 часов в день играют в баскетбол В чем, скажем так, здесь секрет? Он на самом деле прост Разные цели стоят перед игроками Все-таки классический баскетбол Это командная игра, которая управляется тренером Которая дает установку, комбинации, тактику игры выбирает И от одного игрока мало чего зависит в профессиональном баскетболе классическом, повторяюсь И игроки привыкли там выполнять каждую свою функцию Исходя из своего амплуа То в уличном баскетболе нет никаких рамок, нет никаких критериев Там все равно, какого ты роста, какого ты веса Какие у тебя регалии, звания, опыт, все, что хочешь В стейтболе позволительно все Здесь игроки чувствуют себя максимально расслаблены И зачастую это сказывается как раз-таки на результате Когда на площадке сталкивается команда высокороссальных профессионалов С ребятами, с уличными бандитами, когда их называют И те пытаются на полном серьезе показать свой какой-то результат Но все-таки они же имеют определенный статус А эти ребята просто выполняют свою работу, ничем не задумываясь И когда судья свистит, дает свисток о том, что игра завершена в пользу конкретной команды И зачастую игроки будут в недоумении, как же так И огорченно покидают площадку Такое сплошь и рядом случается Это не закономерность, абсолютно нет Есть абсолютно обратные результаты Отнюдь их тоже очень большое количество Но мы не боимся, например, того, что на улице придут профессиональные баскетболисты И нам, скажем так, уличным баскетболистам они останутся не у дел На самом деле в каждом дворе, в каждом городе можно разместить баскетбольную площадку И места хватит всем, абсолютно Поэтому чем больше население будет заниматься этим видом спорта Тем лучше будет только всем И тем больше вероятность того, что ряды профессиональных баскетболистов Будут пополняться теми ребятами, которые начинают с низу Оно как ни крути Все, абсолютно все профессиональные спортсмены Начинали с любительского спорта Будь то школьный спорт, будь то уличный баскетбол и так далее Потом уже работают скауты, работают помощники тренеров, которые определяют детей Забирают их в спецшколы и так далее А начинается все с простых примеров Олег, я вам желаю колоссальных успехов Потому что то, что вы делаете, это действительно дело века Ну и сейчас хочу, чтобы вы сказали несколько слов для наших самых спортивных И теперь воодушевленных телезрителей На самом деле я бы очень хотел, чтобы образование школьной лиги в городе Манкеевке Было воспринято самыми теплыми эмоциями жителей Чтобы каждый мог осознанно внести какую-то свою лепту То есть родители могут ориентировать своих детей на занятия баскетболом Педагоги, соответственно, тоже могут проделать такую работу Мы сейчас тоже ведем работу и с преподавателями физкультуры И я вам хочу сказать Если вы решите связать судьбу вашего ребенка с баскетболом Вы однозначно выиграете Потому что баскетбол прививает только лучшие качества Закаляет характер Сделает очень серьезную физическую подготовку И, кстати, в любом виде спорта Баскетболисты себя могут проявить Очень даже в хорошей форме И в волейболе, и в футболе Поэтому занимайтесь баскетболом Любите баскетбол Готовьтесь к иеру 2015 И мы всем покажем наш уровень Спасибо вам большое Всего вам хорошего Ну что ж, дамы и господа Наша программа подошла к концу Вы смотрели героев нашего спорта В спортбаре свой Увидимся ровно через неделю Занимайтесь спортом Спонсор показу торговый центр Акведук Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok